Надо искать пути к недопущению кровопролития. Чтобы не допустить это и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО и для Америки, и для Украины в том числе. Их пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое – демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся другие вопросы, но этого мало сегодня. Сегодня надо по всем вопросам, повестку определив, определить проекты решения. Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами. Конечно, что-то продиктует, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне. Так что определили вопросы, проекты решения на стол, пожалуйста, в Минск. Как я давно говорил, мы славяне, три славянских народа, давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского бы за это уцепился. Путин заявил, и молодец, я в разговорах похвалил его за это. Он заявил, мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину. Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать Украину. Зачем это? Кому это надо, эта головная боль? Никто не собирается там насаждать какие-то свои силы и правительство. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и проекты решения. Это единственный шанс сегодня остановить эскалацию, не подойти к войне кровопролитной. А возможно, это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Может быть, они меня услышат. Мы не будем здесь посредниками. Нам не надо никакой посредничества. Эта война уже у нас.